Слава Иисусу Христу! 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 Слава Иисус Христу! Слава Иисусу 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 Христу! Слава Иисусу! Слава Иисусу Христу! Вот, редкая фамилия такая. Вот, значит, и, значит, и он говорит, сын мне тоже, значит, вот, и я там помогал, подкрашивал, а он мне все спрашивал о Судей Божьем, вот, я рассказывал, за что тут зато продал, из Евангелия рассказывал все. Я потом, как-то мне несколько раз такое, он меня так, как бы, ну, уже вроде замыли, а чуть-чуть в другом, и потом, ну, Журавлев, а вот на самом деле, вот, ну, Бог-то и есть, и вот суд будет. Я говорю, да, товарищ Пирог. Никто не отвертится. Я говорю, что, у меня большие проблемы были. Он все его так, как я сказал. Я, при этом, так это все так от сердца прям говорил, что даже мне жалко бы было. Та хотелось отнять товарища майора и помолиться с ним, но, как бы, значит, нельзя было, как бы, да. Но надеюсь, что все-таки он потом все-таки покаялся, потому что, ну, по крайней мере, в его жизни многое было посеяно. Ну, по крайней мере, он слышал Слово Божье и так далее. Вот, ну, то есть я к чему говорю, что любой нормальный, адекватный человек, слышав о Суде Божьем, он, как бы, ну, по крайней мере, взволнован. Он, по крайней мере, взволнован и напуган, хотя бы в легкой форме, но напуган. Вот, а вообще, если человек был религиозен, то возникает даже истерия, панический страх, значит, люди с ума, сколько порой, на этой теме. Я знаю случаи, когда и среди христиан подобная истерия, религиозная, вот, существует. Вот, ну, понятное дело, ну, к христиану, ну, как-то я хочу сказать, ну, проще как невозрожденных, будем говорить, проще говоря. Вот такая существует религиозная истерия. Но даже у возрожденных порой беда бывает подобная, вот, которые не вникают, не стараются вникать в Слово Божье, не стараются вникать в себя и в Слово Божье, возникает всегда проблема большая, вот. И потому как дар Божий, он действительно, он дады нам отрекут определенного развития, и наше в дальнейшем участие в вере, размышлении наше. Вот, и я знаю из Писаний, и знаю это из себя, и знаю это из Писаний, что я спасен, и жизнь мою на небесах, и даже если где-то сомнения возникают у меня в моей жизни, да, я начинал говорить эти слова. И как бы убеждал себя, а если убеждаю себя просто, знаете, как вот аутотренинг такой, допустим, да, это просто самоотложение, но если убеждаю себя в основании Божьего Слова, того, что Бог сказал, это уже, господа, это не просто аутотренинг, это действительно, это начинаешь верить тому, что говорит Царь Вселенная, вообще, Бог все богов. Ну и по поводу, вот, для меня было таким тоже шоком, конечно, религиозным, когда вот в 96-м году я вышел из традиционной православной церкви, значит, я служил вот так вот священником, традиционной русской православной церкви, Московской, Триакада, там начиналось мое служение, вот в начале 88-го года, как раз вот 30 лет назад, вот ровно 30 лет назад, началось там мое служение, религиозное церковное служение, степень чтеца, и по диакона, потом диакона, и в 91-м году стал священником. Так интересно было, вот в этом служении церковном, да, значит, Бог тоже совершал чудеса, я скажу вам, тоже Бог совершал и немало чудесного, но самое основное, оно проходило мимо, потому что, знаете ли, попал я в такую западню религиозную, вот этого религиозного мракописия, религиозного такого заблуждения. То есть, и самое интересное, это как болото, да, вот, чем больше, говоря, шевелишься в нем, да, стараешься, вот сам как бы дергаешься, тем хуже тебе, еще больше засасывает. Вот в религиозной атмосфере, получается, да, вот то же самое, религиозной среде, религиозное мышление свое, человек, чем больше он копошится, если он ненравен и спокоен, как бы, и мало углубляется, то, как бы, он и барахтается на поверхности нормально, как бы. Но кто начинает углубляться, да, и ворошиться, его трясина очень сильно засасывает. Вот я был из таких активистов, вот, кто активно, вот, в этом болоте ворошился. И меня очень сильно засасывало вниз. Это очень страшная история. Знаете, такой, как говорил один монах, еще в древности, еще, времена Франциска, Азийского, на Западе, он сказал такие слова в молитве, записано было, что Господи, если ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет? Вот такое состояние было у меня, что, да, Бог совершал чудеса ведь, но, знаете ли, чудеса, они могут греть тебя, утешать тебя, ну, ненадолго. Ну, год, два, ну, пять, я не знаю, сколько тебе хватит. Но на самом деле, даже вот сверхъестественное, ты просто потом понимаешь, что ты неестественное. Это не для этого мира падшего, это является сверхъестественным. Или противоестественным, допустим, да? Вот, значит, как там Браффин говорил, значит, который был свидетелем, вот, чудо в моем присутствии, следователь говорил в кабинете его, чертовщина такая. Вот, это его вывод его, понимаете, значит, что это невозможно, да, это противоестественное, это сверхъестественное, для него это чертовщина. Но я так понимаю, что это, 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 это для человека, тьмоле с улицы, это вообще, конечно, шокирующе, для Григи Оздова, и то это, конечно, шокирующе, а для с улицы человека, это вообще, это просто, как бы, иное измерение, как доктор Картес, там, профессор, а, кто он, академик, Картес? Академик, извиняюсь, все. Академик-то. Он как раз иллюстрацию такую приводил, очень хорошую, очень мудрую. Там тоже вопросы задавали, значит, как бы, ну, по нашему духовному миру. Вот, шла речь о иных измерениях, как бы, иных мирах, и он говорит, что, вот, я вам могу объяснить, я знаю что-то, но я объяснить до конца не могу говорить вам. И он так популярно, научно, но популярно объяснил это. И показал, взял листок бумаги, нарисовал нам каких-то человечков, значит, и вот писатель говорит, вот это мир вот этих человечков, они движутся в этом мире, они живут в таком мире. Вот, они не знают какого измерения, допустим, да. Вот, и потом он брал карандаш, пробивал насквозь, значит, этот листок. И говорит, что произошло теперь в мире вот этих человечек? Появился какой-то там круг, допустим. Они не видят вот этого движения карандаша. Для них это просто, откуда ни возьмись, какой-то круг вдруг появился вообще. Вот, в их мире это непонятно. Значит, какая-то дыра появилась вообще. Ну, непонятно в этом мире человечков. А для меня, живущего в этом мире, где имеется еще и вот такое измерение, я понимаю, что я пробнул карандашом вот сейчас вот эту стопу бумаги. А представьте, как мир, попадая в мир, в котором там десятки измерений. Вот, и поэтому, знаете ли, ну, очень красиво это все изложил. Настолько, что, ну, надо все-таки смотреть, я думаю, научно, но популярно вообще, попытался изложить. И вот, действительно, в Божьем мире, вот, для нас, порой, живущих в этом тварном мире, да, тем более поврежденным грехом, лежащим возле тем более, если то, вообще, это все кажется сверхъестественным. Но, на самом деле, самое большое таинство и самое большое сверхъестественное чудо, которое в жизни происходит у человека, это его духовное перерождение. Это рождение свыше и его духовное преображение. Это самое большое таинство, как мы говорим, что таинств много, да, разных можно назвать. Спорят пару богословов между собой о таинствах этих, о сути этих таинствах, о веществе этих таинствах и прочее. Но, на самом деле, самое большое таинство, на мой взгляд, как раз Христос в нас. Бог, который поселяется в человеке. Вот, как караташка, убивающийся Христом с двух статистовыми человечками, да. Непонятно, как Бог может прийти в жизнь человека. Непонятно вообще. Это же Бог, дай Бог, как Он может поселиться в человеке. Вот, да, каким-то удивительным образом. Со своего мира, да, который превыше всякого мира вообще нашего, всякого видения, Он приходит в суду и вот это. И поселяется в нас, и царствует еще в нас. Господствует и удивительно. Да, как раньше говорили, мы раньше говорили, что дело Ленина, Он живет и побеждает, да. А теперь я понимаю, что дело Христа, Он живет и побеждает. Потому что Он живет во мне, да, тело Христа, Дело Христа, Его Дух, вот, и Он побеждает. Ну так вот, и в 96-х для меня было таким удивительным, таким шоком религиозным. Когда узнаю я, мне было интересно, почему страшная неделя, как бы такая, ну, как бы, ну, о страшном суде, и она такая, из поколников веселая такая разгульная, самая разгульная неделя такая в году. В ранней Бизантии, оказывается, история, в самой ранней Бизантии, даже не поздней, а ранней Бизантии, вот, когда сохранялось еще библейское понимание спасения, библейское учение спасения, божье понимание спасения сохранялось тогда в церкви, оно не было выметрено еще тогда. И люди понимали, капотодийцы, читаем еще Златоустый, Анна Васильевна, Григорий Богослов, Кирилл, иерусалимский Кирилл, значит, другие отцы церкви тогдашние, они понимали библейски, божески понимали все это. Они, даже гимны, которые тогда сочинялись, в литургике православной, они до сих пор поются, но большинством православных, даже священников, они, ну, как сказать, не воспринимаются сейчас, не воспринимаются. Ну, допустим, в этих древних гимнах поется, что мы уже спасены, вот, понимаете ли, а в современном традиционном православии, в традиционалистском таком православии, эта тема, считается, вообще-то там был закрытый, знаете ли, спасемся, а кто его знает вообще, как мы спасемся вообще? Вот, подавляющее множество людей, закончив и семинарии, и академии духовные, вообще, в этом главном вопросе, всех вопросов, не то, что плавают, тонут, они не знают вообще ответа просто-напросто. И это печально, конечно, нет, не все, конечно, есть и знающие правду, истину, но, к сожалению, не благодаря семинариям, а вопреки, благодаря интернету, благодаря общениям с каким-то верующим, где-то благодаря, вот, читаю протестантам, благодаря Слову Божию, где-то достают. Я, допустим, мы снимали, помню, на Харьковском, когда, вот, я помню, в метро много было таких интересных встреч, и вот, одна из встреч, еду, значит, и вижу парень, ну, я, напомню, семинарист, значит, значит, читает. Я, Александр Мини отвечает на вопросы книгу, но я понимаю, что это необычно для семинариста, вот, читать такую книгу, обычно в православных семинариях, тем более, Московского или Архата, такие книги запрещают, вообще, считаются, считаются крамольными, вот, значит, и, словно за слово я спросил его о чем-то, не помню, уж как, наверное, разговор начали, пообщались, оказывается, он, да, в семинаре учится, православно точно, не ошибся я, значит, там, и вот он читает сам, собственно, пожеланием такой, такую книгу. В семинаре, который у нас, не запрещают, но и не рекомендуют, вот, а на тех, кто все-таки читает, они просто смотрят, поэтому я читаю так вот, метро, где-то там, так вот, почитаю. Вот, и я был приятно очень сильно удивлен, парень, вот, был обидно, он не просто знает что-то из Слова Божьего, а он это переживает, и он любит это, и это очень приятно такое, знаете ли, такое, ну, как бы, открытие. Значит, и не сразу, оказывается, он жил у тетки, он сам из провинции, откуда, из Винницкой области, по-моему, приехал, значит, а тетка его, значит, здесь в Киеве живет, вот, значит, тоже из села, из Винницы, но уже давно живет в Киеве, и он на квартире у него поселился. И вот, значит, и потом мы с ним общались, Кацарян, он со мной, вот, и оказывается, что этот парень, он еще пацаном, он покаялся у бактистов, оказывается, в Виннице где-то проводилась евангелизация, вот, и он там закончил у них даже школу, значит, ну, как, для вот, ну, новоначально, как бы, да, вот, обращенно, там подростки были в основном, вот у нас ребята, девчата, вот, значит, и вот. Было такое обучение, и он даже после этой школы так загорелся, идти в семинарию, практически, и дальше, получить образование, но вся семья православная, все восстали, вот, значит, как бы ни в какую, вот, если он может в семинарию, то он такой православный, все, вот, ультиматно такой, и он сдался, парень, вот, значит, и, знаете ли, насчет, и он сказал, что да, я вот пошел в православную семинарию, воцерковился в православии, воцерковился, стал полив грамм, значит, там, получил благословение священников, ну, всю процедуру прошел, вот, вот, и учился уже в семинарии, но, вот, потом в академию, он уже учился в академии, да, уже, в академии учился вообще. Семинарию закончил, учился в академии духовной, получается, дальше пришел по множественному образованию, вот, но он говорит, что вот так и так, что вот, да, печально, что Библию, если приношу в академию, духовную академию, значит, то смотрят, как, короче, святоши, вот, больной человек и прочее, вот, и если там что-то, какие-то гадости приносят, другие там, да, то, о, свой парень. Вот, это уже академия была, вот мне, что еще, как бы, так аризонуло, думаю, надо же, вот, люди, которые, вот, в будущее, не просто священники, а, там, благочинные, там, и старшие, там, священники, вот, в таком духовном состоянии, плачевном. Ну, ладно, я к тому, что, вот, в Византии ранее библейское понимание сохранялось, и вот, было решено, я не знаю, кто это решил даже, честно говоря, так не нашел я, вот, концов не нашел, но, было восстановлено, решено, самым минимумом, что эту неделю праздновать, ликовать, был запрещен пост, даже в эту неделю, как раз, по старшим судьям, вот, то есть, даже, ну, чтобы никто не постился, все ходили в гости друг к другу, значит, там, значит, там, накрывали столы, поляны, вот, радовались, служение, песнопения радостные, церковные, значит, там, и, как, вот это, да, думаю. Со временем, уже в поздней Византии, уже библейское понимание спасения, уже Божье понимание, вот, оно утерялось, фактически, а когда уже в Киевскую Русь пришло христианство с Византии, то и подал, к сожалению, смешавшись еще и с местными, всякими суевериями, там, и традициями, вот, получилось так, что, значит, что, как бы, вот, идеи осталось, как бы, радостной недели, и церковные страшные названия о страшном суде, а как это состыковать вместе, люди, как бы, и не понимают, даже, даже, может, по священникам не понимают, как можно это вместе, как-то, вообще, нормальному человеку, адекватному состыковать, вообще, невозможно, пока не родишься свыше, бесполезно, пока не берешь креста Иисуса, это так и останется вопросом, без ответа просто на креста. Вот, и, конечно, да, ну и смешалось еще христианство православное, если у нас, с языческими этими, славянскими, многими этими обычаями, поэтому маслом у нас еще, плюс, еще, там, всякие, там, чучула сжигаются, мемучила, там, и прочее, там, всякие, там, там, да, но, да. Если, коротко, это такая, вот, вот, и то же, это, мы радуемся из-за того, что мы христиане, да, мы спасены, да, на судне приходят, из-за того, вот, масляница, радуемся, радуемся, помазание, да, помазание, да, потом, я бы сказать, забыл, что это не действие, а пьянка рассталась. Ну, да, пьянка рассталась, да, пьянка рассталась, да, точно. Ну, если и наш, и не сломал. Да, 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 правильно. Вот, ну, еще скажу, что, вот, вот, я читал, начал читать в 96-м, именно в этом направлении, отцов церкви, ранних именно, ранних отцов, особенно патхотинцев. Я удивился, особенно Кирилла Иерусалимского патриарха. У него были беседы огласительные, беседы, готовящиеся к окрещению людей, в конце 4-го века это было естественным, обычным состоянием церкви. Даже в православной книге, там, Чети Минеи, это признают, допустим, вот, тоже, даже жизнеописание того же самого Василия Великого, да, он был в такой, родился и вырос в такой образцовой христианской семье. Его родители были оба служители церкви, были в то время и женщины тоже были служения церковные, были диаконисы, были пресвятивиты, даже и пресвяты были, да, значит, ну, как бы, в то время веке это было естественным состоянием. Вот, даже только лишь во время 6-го Вселенского собора, это уже 7-й век нашей эры, было принято решение, пресвятивит и диаконис больше не уплакать вообще, то есть, как бы, ну, прекратилось это. А до 7-го столетика было, ну, обычной практикой. Его мама была, значит, служителем церкви, папа был служителем церкви, его дедушки и бабушки с обоих сторон были служителями церкви. По отцу, по-моему, он был уже в 7-м поколении служителем, то есть, до конца 4-го столетия, кстати, то есть, по сути, чуть ли не от тех времен, да, ранее, самая ранняя церковь. Вот, и плюс еще, в его семье, его дяди, тети были некоторые служителями, некоторые были мучениками за Христа, приидя критяне, казненными. В его семье, у Василия Великого, до него, я не помню точно сейчас, но больше 10 человек официально канонизировано даже, ну, православной церкви вообще, как таковой, и католической тоже. То есть, как бы, образцовая христианская семья служителей. А сам он был крещен, ему было почти 30 лет уже. Вот, отдал его. Далеко за 20 лет ему уже. И в чете Минея, это написано, вот, издание еще, древолюционное издание, что в то время, в конце 4-го столетия, это было обычным явлением, вот, еще потому что, на Востоке особенно, смотрели очень подозрительно, даже на раннее крещение, и старались крестить к 30-ти годам только лишь. Даже если он вырос в семье, вот, пастори, служителей и христика, да, значит, понимаете ли, вот, ближайшие к 30-ти годам или около 30 лет христили. Вот, на Западе была другая традиция, там христили даже детей христили, но детей уже, которые могли свою веру исповедовать, детей 10 лет, 11 лет, 12 лет. Вот, значит, это тоже считалось детским крещением в то время. Вот, восточные, поэтому, епископы, осуждали западных за подобную практику. Но западные, епископы, оправдывали подобные не как повсеместные, а как исключительные явления. То есть, в некоторых случаях не допускали это, не как постоянные. Во-первых. А во-вторых, они ссылались на опыт мучеников. В Римской церкви было очень много мучеников, в том числе детей. Вот, значит, вот такого возраста, вот, самый такой скандальный известный случай, который был, ну, для Рима очень был таким неприятным случаем вообще, и для христиан очень памятным случаем. Это когда казнили вот этих девочек, трех девочек, веру, надежду и любовь. Да, вот, так вот этих девочек звали. Вдова, христианка была арестована вместе со своими дочерьми. И им сразу предложили все мирно. Знаете ли, разрешились просто отречься, им предложили Христа. В принципе, все процессы была очень простая. Отрекаешься при свидетелях, подпись, значит, там, значит, даже есть документы. Документы сохранились в музеях мира. Сохранилось пару таких отречений даже. Значит, и с этим отречением ты, тебе давал, сохранял жизнь, значит, там, и, как бы, возвращались там все привилегии, если у тебя были привилегии, вот, ранее. Вот, а если нет, то тебя казнили. Вот, хотя некоторые христиане были такие тоже, химроумные были, конечно, некоторые, которые, ну, платили взятки просто, взятки давали чиновникам. И те просто, ну, коррупция, Рик можно разъедала коррупция, будь здоровья. Особенно, вот, в последние эти столетия, там. Вот, и они выписывали такие фальшивые удостоверения. Ну, как бы, на бланке все-то, все, что такое. И я какой-то отрекся от Христа, на самом деле нет, скрестили пальцы, заплатили денежки, значит, все, взяли бумажку. И, как бы, значит, и от судей, и при случае, если даже, допустим, облава какая-то, да, мало ли там, в районе облава, значит, и попался человек, ну, я, извините, товарищи, я свой, а, ну, извините. Отпускали человека. Да, да, товарищи. Да, но вообще-то к таким христианам, к химроумным, относились очень так вот, ну, настороженно. Их отлучали от церкви и не принимали причастию, как бы, и вообще не церковное. Ну, вот такая была история. Ну, ладно. Ну, когда девочек этих казнили, веру казнили, надежду, любовь, вот, если трех девочек казнили, вот, одну за другой их пытали, подвергли пыткам, во-первых. В Риме допускались пытки, вот, и десятилетние уже детей уже допускались пытки. Вот, и всех, начали, одну за другой пытали и заставляли отречься от Христа, вот, на глазах матери, вот, и мама убеждала дочерей, значит, быть верными Христу, терпеть, значит, и вот дочери были замучены от нас другой. Самую младшую, как раз вот замучили последние. Вот, и самое интересное, самое серьезное обличение судьям было Иисус самым младшим. Вот, как бы, вот так вот. И потом эту женщину Софию отпустили. Выдали ей тела дочерей на погремание и отпустили ее, ее посчитали сумасшедшим. Значит, судьи под этим дали ей победу. Вот, и, значит, ну, она похоронила дочерей там у себя, значит, и у гормана, нормально. Ой, такая трогательная история такая вот. То есть, когда читаешь такие истории, их были десятки этих историй. Ну, вот, вот та история с этими девочками, она очень сильно, вот, как бы, повлияла на епископов этих римских, и они приняли решение о крещении детей, которые свою веру готовы исповедовать и готовы за Христа свою жизнь отдать. Вот, публично. Вот, но, опять-таки, несмотря на вот эти свидетельства, восточные епископы были категорически против даже крещения, даже вот по этим мотивам. Вот, они держались такого правила, что крестить, вот, как Иисус, ему было около 30 лет, как нам был крещен. Мы держались такого правила даже 20-летники крестили, а только, конечно, уже к 30-ти годам крестили. Вот. И, то есть, педапартизма, вот, как такового его не было, ну, это, как вот, родное явление христианства, к сожалению. Но, то есть, крещение совершенно, когда без меня меня крестили, знаете ли, вот так вот, и младенцы совершенно, или же еще худшим извращением является, когда это из-за страха, вот, как вот было, допустим, вот, 1030 лет назад здесь, вот, в Киеве, когда принес Владимир издает, он же Василий, в крещении, знаете, им удалим Василий, в Базилио, значит, там записали его имя. Вот, когда он, значит, приказал всем явиться в Днепру, крестить, да, до крещения, а кто не придет, то нет, нету. Вот, и потом началось дальше, больше огнем и мечом началось крещение, но, опять-таки, вот эти из-под палки, из-за насилия крещения, это еще более худшее извращение, крещение, вот, и такая практика сохранялась вот до недавнего времени, к сожалению. Даже в конце 19 века были такие вот случаи, ну, вторая половина, точнее, 19 века, значит, бурятов крестили вот так же вот этот раз, и других, как назвали, инородцев, значит, в Чите, Забайкалье, вот Читинско-Забайкальская епархия отчитывалась о выполненных, перевыклоненных планах крещения народцев. Эти китайские народы, эти, присоединенные к Российской Бире, они, как бы, жили как язычески, да, и чтобы их сделать русскими, сделать их христианами, надо было, в первую очередь, крестить. Посылали священников, миссионеров, те, буряты и прочие китайские, знаете, народы, проживающие там, Забайкалье, они отказывались принимать священников. Тогда священники сообщали, куда надо, приходили уже жандармы, приходила армия, подразделения карателями, батальоны эти карателями были, вот, Орловские, Глянские были батальоны, там, еще какие-то были батальоны, которые из пушек прямой наводкой расстреливали села, и из винтовок расстреливали мирных жителей, делали залпы не в воздух, а на поражение. А потом штыками добивали раненых и сабли-сабли-курубили детей, беременных женщин. Страшные были, страшные злодеяния совершались, и не в таком уж древнем времени, а вот наше время уже, казалось бы, да, уже просвещенное, казалось бы, время, вот, и есть издание Академии наук СССР еще, Бурятская СССР, когда называлась, и там, значит, о крещении бурятскому населению, я это читал, я, ну, честно говоря, это... Ой, просто плакал, что действительно порой христианством в истории, да, да и сейчас порой называют то, что христианство вообще не является, вообще не является, даже близко. Вот, и наоборот, порой ве Христи называют как раз настоящее христианство. Все извращено в этом мире, на самом деле, в ближайшем возле. Чем больше возле бежит, тем больше извращено это все, это точно. Вот, и, как допустим, этот Махатма Гани, кстати, я вспоминал его на днях тоже, вот, Махатма говорил этот, лидер индийского народа, да, этих времен индийских, вот, такой духовный авторитет признанный, вот, но уже впоследствии во всей мире признанный, даже, кстати, не только там в Индии, в Китае, вот, и он говорил как-то этим британским журналистам, момент был противостояние такой серьезный, Индия добивалась независимости, британская корона не отпускала, колонию огромные, ну, богатейшие земли, там, и масса рабов, и, как бы, предприятий, и все, то есть, пониматели отпускать не хотели. Вот, и Махатма Гани, он молодец, он дал идею именно противления, ненасильственное противление, вот, эта идея, она поначалу оказалась абсурдной, вообще, но когда она затрагивала сотни людей, десятки, там, ну, тысячи, десятки тысяч людей, вот, она еще казалась смешной и абсурдной порой властям, но когда она затронула уже сотни тысяч людей, вот, и даже миллионы, вот, здесь уже даже британская корона не смогла, вот, ничем уже сделать, понимаете, это было удивительным событием, конечно, вот, конечно, многие платили цену страшную индийцы за эту свободу, вот, но, знаете ли, такие взаимодействия, и вот в момент противостояния, самое такое противостояние, британские журналисты заинтересовались этим лидером, вот, тогда еще неизвестно в Британии, вообще, вот, говорили каким-то дикоином, значит, вот, но удивились его уму, его философии, мудрости его, там, удивлялись журналисты, репортеры, и задавали вопросы, в том числе о Евангелии, о христианстве, о Евангелии, почему он не принимает христианство, ведь его размышления очень близки, вот, к тому, что, вот, если в Новом Завете слова Христа, вот, даже удивлялись, почему, то вы, ну, не принимаете христианство, и вот Мохаммин сказал такие слова интересные очень, он сказал, что если бы вы, англичане, пришли к нам без пушек и мужей, а вот с Иисусом Христом и с Евангелем, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела, вот его цитапа знаменитая, вот, но дальше он там уже описывает все, дальше он свидетельствует о том, что он-то не читал Евангелии, признался уже на местах, что он, хотя для него это было очень культурно, очень непросто, потому что для него и Мохаммин, и христианство, это была религия насильников, оккупантов, тех, кто убивал его народ, вот, на штыках насаждалось христианство тоже, ведь никому не секрет, что Британия, ну, Лондон официально был в 19 веке завален отчетами миссионеров о проделанной, перевыпаленной работе, что вся Индия уже крещеная, уже и не раз уже крещеная, вот. Ну, это все были, во-первых, предписки, вот, значит, миссионеры получали лишь ордина, медали и пособия, денежные, пенсии, вот, а на самом деле, чаще всего христианство было фиктивным вообще, ложным просто-просто. И, а еще туже, когда оно было не просто путем предписок с этих вымышленным христианством, было путем насилия совершенного, вот, когда просто так же приходили какие-то села, города, там отказывались принимать миссионеров, тогда те сообщали местным губернаторам, те давали солдат, и солдаты заставляли, принуждали, избивали, расстреливали, даже из орудий, стреляли так же, вот, по мирным жителям, значит, там, значит, за отказ принять миссионеров на свою территорию, значит, и принять институт. Понимаете, веры? Вот, и еще на пыльном водопад, кстати, очень буду говорить на эту тему, о насилии, вопросах веры, он говорит, что это абсурд, самый великий абсурд вообще. И он говорил интересную вещь такую, что на штыках можно много что сделать, вот, но нельзя в облаке усидеть, вот, и действительно, вот, насилие, еще больше насилии порождают, и христианство, вот, сегодня, на самом деле, вот, мы живем в тот время, когда необходима вот эта ревизия, потому что приезжает ревизор, скорый, да, и он не инкогнито приезжает, знаете ли, чтобы не было такая, как ревизор, почему ревизор, знаете ли, немая сцена такая, конечно, вот, не инкогнито приезжает, вот, он объявил заранее, все, я прихожу, правда, вот, с хитростью, конечно, такой, что я, вроде как, приду, но, не отчастного не знаете, короче, будьте готовы всегда, вот, и сегодня, действительно, ревизия церкви в том, что возрождаются виблейские понимания, виблейские учения, виблейские откровения, вот, покаяние, это ведь не просто даже эмоции, да, даже не столько эмоций, это сколько, действительно, переосмыслений всего, и действий уже в другом направлении, это изменение сознания, перемены мышления, вот, это очень важно, архиважно, и сегодня, вот, не спасенное христианство, это, как у нас, не соленая соль, или не сладкий сахар, обезжиренные сливки, вот такое же завращение будет, знаете, вот, как бы, ну, вроде, или как это, шумношная была такая, в сети, на фейсбуке, кто-то там, я жалко не сохранил эту картинку интересную, там всякие, там, колбасы лежат, всякие сосиски, всякие, значит, да, и такая надпись такая, что, как там, как-то так интересно было, что, как бы, в ходе изготовления данной продукции ни одно животное не пострадало, как бы, они, как бы, вроде мясные продукты, но без мяса, не беспокойтесь, как бы, ни одно животное не пострадало, как бы, да, вот, безалкогольное, да? А как? Безалкогольное пиво. А, ну да, да, пиво безалкогольное, ну, что такое, по убывалу, да? Нет, ну, нет, ну, как бы, есть многие, но вот, несоленая соль, это, это уже библейское, вообще сравнительно, это даже, да, потерявшие силы, вообще, вот то же самое. Вот, а христианство, мы лишь сильны, лишь одни, один, только кровью Иисуса Христа, все. Аминь. Аминь. Абсолютно. Вот реально, как бы, в других религиях, как бы, ну, порой есть вещи, которые, ну, более, как бы, ну, скажем так, даже менее, ну, порой более, даже, значит, выгодно будет. Вот у нас, вся наша красота христианская, это только лишь Христос, все. По большому счету больше ничего. Вот, никакой культ, никакая традиция, никакая культура христианская, все это курм наспеки. Знаете ли, если мы этим будем течиться, там, и надо задержаться, это, ну, как бы, абсолютно обычная религия, все. Иисус Христос распятый. Вот, Иисус Христос распятый, да, аминь. Вот, действительно, вот это понимание должно быть среди христианстве, и дай Боже нам всем, действительно, в этом служении, и самим утверждаться самим, каждому из нас, каждому верующему. Вот, и все сами. Да. Слава Богу. Вот, конечно, молюсь за православие, молюсь за православное христианство. Вот, несколько вот таких цитат. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Господь любил нас, и преддал себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Друзья, мы чада возлюбленные. Не просто быть, вот давайте я... То есть Богу припек, и там, значит, ну, терпит нас Богу, куда идут, вот, ну, что поделаешь, ну, такие есть эти, да. У нас прикольные чады. Вот, и я говорю, что из Писания, вот, у нас есть золотой стих, о котором как раз перед собранием говорили, да, значит, вот Иоанна 316. Вот, «Ибо так возникал Бог мир, что отдал сын на Своему единородному, и всякие верующие, но не погибли, но жизнь вечную». И вот в древности, еще перед пришествием Христа, накануне пришествия Христа, его первого, его пришествия Рождества, его накануне, еврейские учителя тоже вопрос задавали себе, и учителям задавали вопрос обычные евреи, что в Писании есть, как бы, золотой главный стих, который был бы, как бы, включен ко всему Писанию, ко всей теории, к пророкам. И вот этот стих «Они», то есть я, да, «Они ледоди ведодили». И вот это «Они ледоди ведоди», оно переводчики синодами перевели так, что «Я принадлежу ему возлюбленному, возлюбленному и мне». Вот, буквально, вот это «Ледоди ведоди», что «Я в нем», да, «Он во мне», «Я всецело ему полностью», «Сто процентов ему принадлежу», «Он всецело полностью мне принадлежит». Вот это блаженное соединение двух душ, да, там, на примере этих возлюбленных, да, влюбленных мужчин и женщин, вот, говорится в древности еще, евреи тоже, учителя еврейские об этом говорили, потом христианские об этом еще говорили, что здесь таинственное такое, таинство, опять-таки, таинство, прообраз вот Бога, да, Творца и человеческой души, Творца и Его народа, Бога и, по большому счету, всего человечества. Вот так вот, мои господа, братья и сестры, пусть действительно это таинство совершается, потому что, думаю, даже то, что это к моменту пришествия Христа, это было объявлено, это было сказано, это не просто совпадение, потому что с момента пришествия Иисуса действительно вот это чудо, оно стало ярким, это чаяние народов стало ярким, особенно израильским народом. Друзья, на этой неделе у нас еще есть праздник, средний Господь, средний, но я уже на средине буду во Львове проповедовать, уже завтра будет у нас встреча, там, значит, во Львове, и, ну, наверное, каждый вечер будет какая-то встреча, а в среду вечера проповедую там в Бесятенческом собрании, в Воскресенье церковь, значит, там храм такой красивый, бывший костюм, по-моему, вот, значит, там Бесятенческая церковь находится, вот там буду проповедовать я, пастор Болейнчиков, значит, и у них есть трансляция, поэтому можно будет даже, смотри, проповедовать. Вот, и потом буду у баптистов и у харизматов. В Воскресенье будет церковь харизматической, значит, Агата, Агата, не Агата, фастер Бекетишен, очень хорошая церковь, я с ней давно уже знакомый, общаюсь и дружу, вот, и уже не первый раз уже у них. Так что в следующем воскресенье вы сами уже, вот, Агент Алексеев Иванович, Максим, вот, проведете служение, вот, и уже даст Бог, там, денег, там, на 15-20%, я уже буду снова здесь уже, в Киеве. Так что от вас принят, например, Львов, Мистер, Левер, я каждый раз, вот, в Украине два моих любимых города, вот, Киев и Бог, вот, и хочу тоже там участвовать в таких евангелизациях, там, уличных, там, площадь рынок, в центре, там, красивейшие местные, конечно, вот, кстати, там, значит, еврейская кухня, там, потрясающая, значит, именно настоящая, со временем всееврейская кухня, вот, тай, старая исходная кухня, да, и там улица, старая еврейская улица, и в конце этой старой еврейской улице, или в начале, я не помню, откуда там будет, само идет, вот, значит, там место, где была, была синагога, когда-то, сладкая роза, да, я очень переживал каждый раз, вот, какое-то особенное благословение, на том месте, молясь, особенно в последний раз, я даже записал там видео, взял с собой камеру, там, специально записал эти видео, какое-то особенное переживание было на этом месте, вот, в синагогу молитвенников, она была известна как в синагогу молитвенников, вот, и ее во время второй мероприи взорвали, ее уничтожили, вот, сейчас воскопали, нашли немногие фрагменты фундамента, это часть входа, вот, и там мемориал, как бы, комплекс такой исторический, но, знаю, что Господь, Он хочет, действительно, вот это духовное свое, вот это пробуждение не заливать, и, для нас есть временные эти препятствия, всевозможные, границы, да, Бог выше этого слова, вне этого всего, и, не знаю, кто верит, не верит в путешествие во времени, но, конечно, подобное есть, и я знаю, что у Бога есть такие чудеса, которые, они, вот, по-человечески, они вообще кажутся вообще полной, полнейшей фантастикой, я помню, у нас, а, мы еще там, на этом этаже, до развала этого зала, не, ну, и в пространстве, и во времени есть путешествие определенное, не, ну, это не буду так длинно, вы будете принимать, спорные такие вещи, но я расскажу некоторые вещи, которые можно библейски хотя бы обосновать, вот, у нас Бран был один, значит, в гостях, рассказывал про свидетельство, когда, значит, они по Сибири в начале 90-х путешествовали, миссионерская команда была в Западу Украины, приехали, ребята, девчата, значит, там, с песнями, там, там, значит, там, по разным городам они путешествовали по всей Сибири, манушке, короче, прошлись там, проехались, пролетели, и вот, значит, у них там было одно служение в одном городе, ну, там, в Сибири, там, такие, эти, как сказать, пространства такие огромные, да, просторы, огромные там, я там, бывает, проповедую в этом городе, а потом мне говорят, братья, а вы не могли бы завтра у нас проповедовать? А далеко мы? Да нет, здесь километров пятьсот, да, да, здесь недалеко, вот, поэтому, до тысячи километров, до тысячи километров, сейчас у них это все, так, поблизости все, за тысячи это уже дальше будет, уже да, вот, поэтому я там удивлялся, значит, и вот те братья, они должны были лететь, все команды же лететь в другой город, вот, и там уже другим днем проповедовать в другом городе, и перед стороной, и проповедовать, вот, и на всех билетах, билеты были на всех, вот, ну, одного надо было остаться, вот, этим братья, к сожалению, вынужден был остаться, вот, значит, ну, все вещи забрали, а я, вот, а следующий, если я уже опаздываю на то служение, ну, прилечу, по крайней мере, там уже, хоть так вот, уже под занавес, и вот, значит, ну, вот, как-то грустно стало, все улетели, проводил их, улетели грустно, как-то стало, вышел из зала, из этого здания аэропорта, сел бы, значит, там, на скамеечке, как-то взгрустнулась мне так, ну, помолился, конечно, за ребят, позовил бы им там белой завистью, у нас же они там послужат, а я, вот, так, и постою здесь, ну, ладно, и как-то так немного притомился, как-то, и вздремнул, и вот тут же, как-то, мне показалось, что одна секунда, раз встрепенулся, как-то, знаете, как будто, вот, от холода какого-то бывает, во сне просыпаешься, и вот я вот встрепенулся, вроде как бы, вот, как-то похолодало чуть, значит, холоднее стало, ну, ладно, и вроде аэропорт как-то изменился как-то, ну, что показалось, конечно, мало ли, захожу в аэропорт, объявляют, примет самолет, вижу, да, все другое, ну, и такое, и не такое, оказывается, он в Магдавине Ока переместился из этого города в тот город, вот, я понимаю, значит, как раз вскоре прибытие вот этого рейса, как раз, с которым наметели те ребята, я говорю, стою обалденный, стою, значит, подошел, там унышло, там унышло, там унышло, там унышло, встречаю, а они с такими глазами, я говорю, да ты что, как ты приметел, каким рейсом, я не знаю, вот, сел, сгрустилась, раз, и я уже здесь уже, самое интересное, брат, мы следили, я говорю, потом пару раз, я говорю, я даже и постился, и молился, ну, как бы, и денежку сэкономлю, значит, и вообще, как бы, раз, и все-таки, ну, еще попрактиковать подобное, молился бы, и спасло бы, и ничего не было бы, вот, хоть бы что, хоть бы на миллиметр сдвинулся бы, так, на стуле сижу, никуда не перелетел, я говорю, значит, вот так и сижу, вот так вот, ну, ну, а там, и даже не просить, пути бога, ну, конечно, ну, желание было там быть, ну, как бы, ну, ну, это не была же там молитва, что я там верю, что сейчас бог-то перенесел, что, ну, просто взял, взял и перенес, и подобная история, знаю, уже десяток уже подобных историй, ну, просто с тем парнем было, как раз, живой человек, видите, просто, ну, участник, как бы, как бы, тело, которое пережил подобное чудо вообще, и другие чудеса, вот, и верю, что Господь, он действительно всесилен, и в эти последние времена совершает очень-очень разнообразные чудеса, вот, вот, и по поводу вот такого даже временного чуда, вот, на месте золотой розы, вот, последний раз, почему я был очень потрясен, знаете, я молился, и это была, вроде, обычная молитва, вот, это, понимаете ли, я не готовился к этому специально, к какому-то переживанию, не настраивался к этому особенному переживанию, просто молился, в целом молился, ну, ну, как мог, молился, умел, но вот там это было переживание настолько необычное, знаете, я не видел глазами ничего такого, ну, как бы, сверхъестественного, да, для меня, все было, как бы, естественно, такие же развалины эти, такой же мемориал, все, но шкурой, знаете, как бы, шар издаем, вот, то есть, я реально ощущал, что здесь сейчас молятся многие люди, вот, как будто, вот, те люди, что мы молились там, мы на сеновом, где молитвенников, да, как будто я собинил там, молюсь сейчас, в том служении, это было столько переживательно, что, вот, знаете, вот, я не, глазами, я повторяю, я ничего не видел, я это, но пережил так сильно, что я вот до сих пор прошло время уже достаточно много, вот, но мне это, вот, не с чем сравнить тоже, вот, вот такое переживание необычное, поэтому я даже, говорю, вот, решился на то, чтобы записать какие-то сюжеты, может, мы, не знаю, как-то еще, чтобы Бог откроет, но ничего такого больше не было. Там станцировала, это, строительство, одна женщина, женщины, и там какие-то обострения были с властью, мы давали их строить, не, ну, это сейчас уже, это уже в наше время уже, да. Мне это раньше, когда она еще строилась, и пошла на компромисс со своей совестью, с честью, но она имела задание Бога, чтобы их построить на себе. Да. И эти запреты были сами. Это особенно, это уже, они мне там рассказывали, это, строительство. Ну, с этой синагогой много и легенд тоже связано, даже разных очень. Вот, кстати, моя бабушка, ну, я не скажу точно, что именно в этой синагоге, я не знаю уже точно, но знаю, что вот тогдашний Келликсберг и тогдашняя Прага, вот, были, в мире, вот, моя бабушка, они раньше были гершели, потом взяли в мире Жавлевы, вот, еврейская бабушка, у меня татарская бабушка есть и еврейская бабушка. И вот, значит, и вот они были гершели, и как раз именно вот с тех краев, и они, вот, бабушка моя, она прожила почти сто лет, вот, она была совсем еще маленькой девчонкой, молились, там, доставляли, хотя сама вот она, мы когда молились бабушке, она молилась с ее слов, молилась в первый раз, вот, именно покаяние, молилась в первый раз, потому что всю жизнь она была атеисткой, коммунисткой, НКВД, и она была, ну, человеком, ну, железной ветерей, таким словом, такая. Но в последние вот эти месяцы ее жизни Бог очень сильно изменил ее сердце, очень сильно. Вот, и она покаялась, вот, в моем присутствии, я лично сам свидетель, потому что она молилась в этой молитве покаяния. Вот, я, честно говоря, не знаю, как она может спастись, она очень была такая, ну, непробиваемая бабушка, знаете, вот, она все равно, Ленин, Сталин, у нее все эти кумиры эти были, коммунистические. Вот, она гордилась всю жизнь, что от Сталина получал ее личное слово, получал награду, значит, там, когда я начинал. И муж ее, мой дедушка, родной который дедушка, я ее не знал, значит, родной который дедушка, тоже еврей, и он, значит, отец моего отца, получается, вот, вот, тоже был полковником КВД, еще до войны еще, сделал карьеру, вот, значит, до второго мирового времени, получается, и тоже гордились вот этими наградами, этими вот этими положениями, понимаете, вот. И я тогда молился, я, конечно, я верил, ну, как мог, верил, что Бог спасет весь дом, всю семью, но, значит, бабушка, я не знал, как это может быть вообще, а получилось вообще, даже и не придумаешь нарочно, специально не думаешь. Вот, представьте, ей было уже за 90 далеко, вот, и ее сбила машина, ее сбила машина. Ну, удар был небольшой, но для старой женщины это было более чем достаточно. У нее были переломы, значит, бедро, там, что-то еще. Вот, машина ее, как бы, ну, так, чисто механически, она машина ее ударила слегка, ударила, но она упала, значит, у нее были переломы, эти, она к первой жизни оказалась на больничной койке, была такая здоровая еврейская женщина, крепкая, вот, вообще, все двигало, вообще, вот, и что характерно, что здоровье было, вот, и, знаете ли, а здесь она оказалась вот на больничной койке, и, ну, врачи уже говорили, что все, по сто лет уже, вот, и такие переломы, значит, ну, уже шансов нет уже. Вот, и, значит, и, плюс еще тетя по телефону сказала, что, значит, она порой не узнает кого-то, это, но у меня сердце было поехать, хотя переживал, но узнает, не узнает, и примет, не примет, как бы, вот, я понимал, что у бабушки не так много осталось-то жить-то уже, но хотел, вот, именно, помолиться с ней, вот, и, и она-то знала, что я священник и все, но, знаете ли, в тот день, когда я приехал, во-первых, было чудо, что она меня сразу узнала, признала и в подробностях мы общались, второе чудо я просил еще у Бога, чтобы никто не мешал в этой молитве, потому что там родственники там, и все недалеки от книги, вообще любой книги, еврейский, христианский любой, и, знаете, и было второе чудо тоже, и, как раз, и тетя поспешил туда уехать, значит, там, и все, я один остался с бабушкой, как раз, какое-то время, пусть немного, но мы будем вместе, вот, вот, и я рассказал ей о Боге, что я служил Господу, о Христе, вот, и я спросил ее, молилась ли она когда-то в своей жизни, она сказала, нет, но сказала, что вот, еще самая, еще маленькая совсем, была еще сакривая девчонка, вот, помнила, что где-то там на западе, молились все на годы, вот, и все, что она пробовала. Но дело в том, что ее родители, мои прабабушки, прадедушки, они распрощались со всякой религией, отреклись от Бога и коммунизм, революцию, они, понимаете ли, были революционерами, еще до революции даже, они уже были революционерами, значит, и, понимаете, значит, и поэтому бабушка была всю жизнь вот тоже по этим шестопам, значит, и в этом же все. Но, знаете, она молилась, молилась, не только повторяла за мной молитву, вот, принимала и молилась, но и сама что-то говорила. Знаете, это было вообще чудо. Потом, конечно, попытки не стало, я верю уже в этом сообщении, что и не стало. Но, вы знаете, вот, то, что Бог сверхъестественно дает, вот, спасение, поэтому даже за самых, казалось бы, по-человечески невозможных покаяний людей, вот, просто доверяя Богу, что Богу все возможно, Он может, что хочет совершить, и, если мы продолжаем, вот, верить и настоятельно об этом говорить, то это совершается, вот, и я вот могу об этом исследовательствовать, вот. Сейчас мне, конечно, да, вот, я не знаю, вот, моя вторая бабушка татарская, мусульманская бабушка моя, она вот умерла, значит, но, вот, вот, я был проездом там, но, к сожалению, не было у нас ни разговора, ни встречи, хотя переживание Бога было сильное очень, вот, у меня лично. Я не знаю, вот, как, но я могу только одно сказать, что Богу все возможно, Он может, может, да, и последние минуты, может, в жизни обратиться к Богу, вот, с покаянием именно, принять Христа, хотя, ну, все только на небесах мы знаем, наверное, подробности туда, вот, поэтому, вот. Я знаю одно, что Бог, Он выше, больше нашей и религии, и нашей теологии, и идеологии, и культуры нашей, и традиции, и национальности, всего. Он выше всего этого, и Он больше всего этого, и Он, действительно, любящий Бога. Это я знаю точно, наверняка, вот. Как в Дипометровске, когда мы еще, в нынешнем Днепре, еще там давно, когда я ему сказал Богу, что «Мне-то хорошо с тобой», и вдруг тихий голос того, как будто мои мысли, «А мне еще лучше с тобой». Я там чуть не упал. Ну, если бы не сидел в местах, я бы точно грохнулся. Настолько неожиданно для меня все было. Во-первых, неожиданно, а во-вторых, что прозвучал вот так, как тихий голос, тихая мысль какая-то. Но второе, что вот то, что он прозвучал непосредственно. Понимаете, что я никогда раньше не думал с его позицией, что же он чувствует по отношению ко мне, когда я с ним разговариваю. Ну, знаете, бывает, нам хорошо общаться с человеком, а Богу может, ну, так, терпеть. Тем более, если, знаете ли, он такой всемогущий, который он рассказывал, как им приговорится вообще. Куда именно, да, простого смертного. Как Пуш написал, «В многих тварей миллионов, вера с оружием». Ну, знаете, вот этих, вроде нас много, гому сапиенсов, разумных таких всех. Вот, но он не просто мега-разум, он мега-любов. Слава Богу, и он очень любящий Бог. По сравнению с ним, любой даже самый добрейший отец земной, он злой. Никто не благ охотен. Действительно, благ. Поболимся, друзья. Благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенный, Отец наш, сущий на небесах, да статится имя Твое, да придет Царство Твое. Боже наш, благодарю Тебя за любовь Твою, которую Ты не только на словах явил, но в самом деле явил, в делах, в великих делах Твоей веры, Твоей любви, Твоей надежды. Отдав Свою жизнь за нас, отдав Сына Своего, кровь Свою пролив. Боже самогущий, благодарю Тебя, Господь, и кровушка Твоя Святая, она будет пролита за нас. Боже, исцеление наше, освобождение, благословение, полное спасение в крови Святого Сына Твоего Иисуса. Да познают Тебя, Господь, народы все, и Тобой, Господь, Тобой Иисуса Христа. Да примут Тебя жизнь вечную и бесконечную. Слава Тебя, Господь! Боже всемогущий, благослови нас. Благослови, Господь. И это неделя размышлений о страшном суде. Боже, я благодарю Тебя, что я спасен, и благодарю Тебя, что на суд не прихожу я ныне, никак подсудимый однозначно не приду, но как свидетель Твой, как дитё Твое. Боже, это волнительно, это трепетно. Боже, это трепет и волнение связаны, Боже, и перемешаны с любовью огромной к Тебе, Господь, и к миру Твоему, Боже, созданному тобою. Боже всемогущий, Господь, Боже, очень жаль тех, кто ныне под осуждением. Боже, очень жаль тех, кто ныне ещё не знает Тебя, не знает Твоей любви, не знает Твоей благодати. Боже, помилуй Господь. Ведь Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Ты Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос и Иисус, предавший Себя для искупления всех. Слава Тебе, Господь наш! Слава Тебе, Бог великий и могучий! Слава Тебе! Благослови, Господь нас! Распусти с миром, с Твоим шаломом! Боже, смогущий, благослови Киев! Пусть здесь на берегах Днепра луная песня! Иисусу слава! Иисусу слава! Боже, смогущий, благослови Украину! Боже, благослови всю нашу истрадавшуюся землю! Боже, все народы нашей земли, Господь! Благослови, Господь, припачи Израиля! Благослови, Господь, Иерушалай, город свой! Благослови, Господь, во имя Христа Иисуса! Боже, смогущий, да сядется имя Твое Святое Божие! Благослови, Господь! И пусть благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами! Аминь! Благословляю вас, друзья! Благословляю еще раз благословением священников! Благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа! Благослови Тебя, Господь, и сохранит Тебя! Благослови Тебя, Господь! Господь свернув лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сущий на небесах. Благослови народ свой миром, виноградник, насажденный Твоей рукою, как великий виноградарь. Благослови. Пусть святится имя Твое в народе Твоем, в Церкви Твоей Святой. Благослови Господь миром, шаломом Своим, Божиим и иными, и в день вечный. Слава Тебе, Господи. Аминь. 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 Продолжение следует...